Число Фибоначчи написано. Число Фибоначчи умноженное на следующее наним число Фибоначчи. И здесь вот будет стоять такая сумма. Фи 1, Фи 2, плюс Фи 2, Фи 3, плюс и так далее, плюс Фи n, Фи n, плюс 1. Это самая сумма, которая нас интересовала в прошлый раз. Число Фибоначчи определены очень просто. Каждая следующее – это сумма предыдущих. 15, здесь будет 40, 104, 13 на 21 мы в прошлый раз считали. Помните, помните, 273 было, да? 21 на 34 я все-таки посчитаю, да? 24, 34, 68, 64, 14. Можно было, конечно, и дальше продолжать, но вряд ли это осмысленно. Давайте здесь считать так. 1, 1 плюс 2 – это 3. 3 плюс 6 – 9. 24, 64, 168. Здесь уже сложнее складывать. Но, тем не менее, 441 и 1155. Опять-таки, конечно, нужно было продолжить дальше, дальше и дальше. И тогда мы увидели бы какие-то гораздо большие числа. Но в данном смысле это не имеет значения. Потому что цель этой таблицы состоит в том, чтобы догадаться до закономерности. И закономерность – это в прошлый раз была она ресургурирована. Но занятие закончилось, мы ее не успели доказать. Это квадраты. 21 в квадрате, да? А вот эти вот числа – это квадраты, уменьшенные на единицу. Здесь 5 в квадрате минус 1. Вот это вот 13 в квадрате минус 1. И это 34 в квадрате минус 1. Когда это квадраты? Когда число n нечетное? Когда это на единицу меньше, чем квадраты? Соответственно, когда число n нечетное. Значит, наша с вами гипотеза может быть сформулирована в следующий опыт. Что если мы берем, умножаем фи первое на фи второе, фи второе на фи третье, фи третье на фи четвертое и так далее, и так далее, и складываем вот такие произведения, то получается результат. Если n нечетное, и другая формула, если n четное. Теперь надо сообразить, что писать здесь. Здесь вы должны писать минус 1. Вопрос, что в квадрате? Смотрите, когда мы брали вот это вот число, то в квадрат надо было возводить 34. Здесь тоже самое, в квадрат надо было возводить следующее число. Вот скажем, если мы дошли до пятерки, то в квадрат надо было возводить следующее число. Значит, так и напишем. Фи n плюс первое в квадрате, а здесь фи n плюс первое в квадрате минус 1. Господа, обратите внимание, формула сложнее, не сильно уж сложнее, но тем более не сложнее, чем то, что у нас было на прошлом занятии. Потому что там каждый раз вот такая вот происходит штука. Формула, зависящая от четности числа n. Поэтому сейчас мне нужно будет проверять базу и, соответственно, совершать индукционный переход с учетом этой самой четности. То есть раньше я просто представлял формулу, все получалось, все было быстро размечения. Сейчас нужно будет делать аккуратно, следить за четностью. Ну, давайте. Начинаем нашу индукцию. База. Ну, с базой здесь все в порядке. Надо просто-напросто взять n равное 1 и подставить. Тогда слева будет произведение первого и второго числа Фибоначчи. n у нас нечетно. Значит, нужно будет доказать, что это то же самое, что число Фибоначчи с номером 1 плюс 1 в квадрате. Ну, так, фи первая единица, фи второе единица, единица это единица в квадрате. Отлично. Базу проверим. Ну, достаточно вот для единицы проверить базу. А теперь нужно проверить индукционный переход. Я напомню для тех, кто еще не твердо помнит, что это индукция, что индукционный переход, это вот что такое. Мы научимся, считая, что для n формула верна, получать ее же для n плюс единиц. То есть, придется сейчас разбирать два случая. Переход от нечетного числа n к четному, ну и, соответственно, переход от четного к нечетному. Пусть n нечетного. И мы уже знаем, вот это и есть индукционное предположение, уже знаем, что для этого n, понимание, не для всех нечетных n сразу, а для этого конкретного числа n, когда умножаешь и первое на фи второе, и второе на фи третье и так далее, и так далее, и фи n умножаешь на фи плюс первое, то на самом деле результат записывается просто, как фи n в квадрате. Тогда, ну тогда просто мы должны прибавить к нашему воображению просто-напросто еще одно слагаемое. Следующее слагаемое это произведение n плюс первое числа Фи Боначчи на n плюс второе. Отлично. Первые n слагаемых мы знаем, и следующее надо прибавить. Первые n слагаемых в сумме дают 2 n плюс первое, в квадрате, в обложении нутцы. И соответственно, к этому надо прибавить фи n плюс первое, которое умножили на фи n плюс второе. Так, хорошо. Хорошо. Упростить это я, конечно, могу. я могу вынести за скобку фи n плюс первое, и в скобке у меня останется фи n плюс первое плюс фи n плюс второе. Это, пожалуйста. Только, ребята, просто для меня что? Просто для меня доказать, что это выражение это фи n плюс второе в квадрате минус один. То есть, давайте сейчас я напишу такую гипотику. То есть, чтобы индукционный переход произошел, то должно быть так. Если n нечетно, то вот то, до чего я считался, что там у меня получилось, фи n плюс первое умножить на фи n плюс первое плюс фи n плюс второе, да? Это фи n плюс второе в квадрате минус один. Ну, между прочим, вообще-то неплохо было бы просто проверить, так это или нет для каких-нибудь не очень больших n, даже для такой варианты, скажем, n равно пяти. Фи шестое это сколько? Фи шестое это восемь, да? Так, следующее, что я подначу, это тринадцать, тринадцать в квадрате минус один. Так, восемь умножить на двадцать один это сто шестьдесят восемь, и здесь сто шестьдесят восемь. Получилось. Давайте еще что-нибудь возьмем, скажем, скажем, тройку вместо n. Тогда фи четвертое это будет три, дальше здесь будет три плюс пять, и это должно быть пять в квадрате минус один. Три у нас так получается. Ну, на самом деле, неудивительно, потому что вообще-то я все это... Это я просто так, чтобы показать, что не такое страшное равенство. Но страшное, это не страшное. Только у нас их еще не было. Понимаете? Его можно по-другому написать. Его можно написать по-другому, а именно вот эта вот сумма n плюс первого и n плюс второго числа фибоначчи это на самом деле у нас число фибоначчи с номером n плюс три, да? Вот. И получается вот такое равенство. Может быть, оно даже симпатичнее в чем-то, потому что оно... Все, стоп, не дезинь, дезинь, два. Может быть, оно даже в чем-то симпатичнее, потому что смотрите, что оно утверждает. Когда вы берете числа фибоначчи с четными номерами, отличающимися ровно на двойку, это значит, это не такие четные номера, то их произведения это почти что квадрат расположенного между ними числа фибоначчи с нечетным номером. Пока надо просто воспринять это как равенство, которое необходимо для того, чтобы у нас получилось доказательство по индулице. Понимаете, если это равенство неверно, просто у нас все будет неверно, и наша гипотеза окажется неверной. Хорошо. На самом деле еще мы должны кое-что сделать, потому что я переход здесь показал от нечетного в четное и вывел то равенство. А сейчас нужно сделать то же самое, только наоборот, от четного к нечетному. Давайте посмотрим, давайте я на этой доске напишу, да, вторая часть перехода, пусть n четно, и при этом считается, что мы доказали такую форму, что это fn плюс первое в квадрате минус один. Вот предложение индукции такое. Тогда мы должны сделать понятно, что добавить еще одно слагаемое, и у нас получится, смотрите, венны fn плюс первое, и еще добавится fn плюс первое, fn плюс второе, да, ну находятся суммы эти считаем, что мы уже посчитали, это fn плюс первое в квадрате минус один, ну и это не добавляет венец на прибавляем fn плюс первое и fn плюс второе. Так вот, ребята, опять таки, можно, конечно, fn плюс первое вынести за скобку, тогда останется там fn плюс то есть очень похоже на то, что у нас количество было, есть fn плюс первое умноженное на fn плюс третье, только в этот раз минус один. и мне нужно в гипотезу написывать теперь такую вещь. Если n четно, если n четно, то он по выражению fn плюс первое умноженное на fn плюс третье минус и вернется это ничто иное, как fn плюс второе квадрате. Между прочим, здесь так выглядеться, то эти два равенства можно переписать, посмотреть, как. перенести fn плюс второе квадрате налево и тогда вот это вот равенство запишется, как fn плюс первое fn плюс третье минус fn плюс второе квадрате равняется минус единице. Напоминаю, здесь n нечетное, да? Здесь n нечетное. Вот. А если n наоборот число четное и мы перенесем здесь а минус единицу в другую сторону, то fn плюс первое умноженное на fn плюс третье минус fn плюс в квадрате будет равняться плюс единице. Будет равняться плюс единице. Между прочим, господа, это можно объединить при нечетном n вот такая разность минус 1, а при четном n такая разность плюс 1. Давайте я это запишу. fk плюс первое умножить на fk плюс третье минус fk плюс второе в квадрате это есть минус один в степени k. Вот такая формула. То есть, если число нечетное то идет вот эта формула получается минус 1. Если k четное идет нижняя формула получается плюс 1. 1. 1.